попасть по яичку все таки да в прошлом выпуске про удары ладонями евгений сказал на этом вот и все но это не так мы разобрали удары ладонями только в голову и куча гневных комментариев о корпуса горло еще что то все есть но сегодня мы поговорим еще про отдельную такую тему это атаки ладонями в пах как их бить из каких положений зачем это надо здесь рассматриваться варианты опять же чтобы сразу ответить зрителям для чего они нужны когда они нужны и так далее просто ситуация складывается таким образом что единственное что я могу сделать вот отсюда например мне не очень удобно ударить колено то есть мне надо выбирать там таз ведь про колени мы отдельно тоже поговорить я оказался здесь и здесь для меня самое оптимальное это атака ладонью в пах потому что это даст мне необходимую дистанцию для того же колено для того же продолжение так далее например я стоял у стены и мне не убрать не назад не так чтобы ударить не руки еще что то мои руки почему-то оказались тут они тут я уже мог бы хотя бы оттолкнуть ближайшее конечность такую ближайшую цель это атака ладонью в пах и после этого у меня уже есть развитие атака ладонью в пах зависимости от положения моего тела то что я мог оказаться прямо перед ним и мог оказаться под любым из углов зависимости от этих углов я могу атаковать либо открытой ладони что дает достаточно сильный удар либо я могу атаковать тыльной частью расскажем пальцами железный батаж будет больно я в ногу даю то есть хлесткий удар который опять же дает возможность мне для какого-то там продолжение выхода узел из угла и либо еще что или как минимум после этого поднять руки для того чтобы начать атаковать две опции тыльная сторона быстрый хлесткий удар либо атака открытой ладонью даже на близких дистанциях как минимум здесь я могу сделать любимый приема андрея леонидовича да это похватать так далее маляра школа если у меня этой возможности нет например где мы будем использовать ладони если меня как-то схватили и прижать эта рука мне не очень сможет работать если он будет прижимать таз но я могу работать этой для атак захватов например и так далее как раз в пах мы никогда не бьем кулаком раз и не вьем ребром и ладони мы не настигнем нужной цели потому что цель нас попасть по яичкам все таки да где больше всего нервных окончаний собран все остальные удары будут больные но не дадут нужного результата поэтому что здесь я могу идти дальше что здесь я могу идти дальше плюс возможность захвата кулак больно до ребром можем не попасть просто банально поэтому что здесь что здесь я буду наносить удар открытой ладони отрабатываться это может быть точно так же как любые другие удары может быть кровь болт женешь сюда встаешь стал прямо подел удар левой рукой удар правой рукой важный момент это работа корпуса не бьет на рукой я вкладываю туда массу тела также посылаю вперед плюс я убираю голос и не атаки если я подойду здесь ровненько ударю женю в пах траекторию голову будет такая то есть он не пойдет вперед у него таз пойдет назад на тело все он пойдет вперед я не хочу получить это за это я буду здесь возможность тоже самое сбоку здесь здесь то же самое сзади здесь но сзади уже открытая ладонь до так не ударить мне не естественно здесь масса тела плюс я убираю голову подальше вот и сейчас евгений встанет максимально сильно бьет здесь здесь боком стал здесь удар либо ближе здесь удар старайся делать без замах потом на видео посмотришь про замах если мои ручки здесь не нет необходимости бить в пах если мы стоим с тобой на этой дистанции ты агрессор и мои ручки здесь я уже могу воздействовать сюда сюда а в коре а сюда могу бить колен не просто ударя 1 автоматически вот это да и просто потом начинать потому делай удар перелом до туда без замаха туда это хорошо отрабатывать у зеркала где вы видите что Женя не уходит с траектории головой то же самое если бы я делал отсюда же моя бы голова была здесь это уже дает мне возможность для продолжения для выхода с канала Женя делал таким наклон опять же лодочка из-за ударной поверхности то куда ты бьешь поэтому там она дает специфику формирования твоей дальнейшей ситуации если ты возьмешь бандаж будешь и то же самое делать бандаж ты увидишь что другой и меняйтесь ты подел здесь удар здесь удар стал чуть под углом подумал так так или так удобно опять же не очень идеально подел удары подел удар столбок подел удар удар то же самый корпус она сильная сторона из какого фронтального положения чуть-чуть угол но вот ты относительно меня сейчас было бы идеально для тыльна причем прям стартуешь с места без замаха все это здесь уже у нас нет возможности для без а вот такая ситуация все потому что как-то только отведешь руку слишком много здесь можешь начать все присоединяем от толчка до захвата удары все что угодно то есть это вот отсюда сразу и продолжение прям такой замах а вот уходишь в воздух поднять там-то много не надо вот там все точно лбана достаточно и соответственно зад зад становимся спиной так можно и по себе только достать ближе поближе станет здесь мы говорим про ситуации вот такие по по дистанциям все что все что дальше это уже мы будем делать ноги то что возможно разберемся в чем здесь работа твоей головы вперед здесь такая скрутка корпус я убираю голову как нужно дальше от него потенциально атаки так сзади лучше всего вот отсюда с этого замаха да ну ты шел-шел-шел что случилось там не знаю клопок да возможность и первое что ты видишь вот здесь там партнера отсюда я могу атаковать либо ладонью уже если моя реакция была ладонь либо удар ногами мне часто пишут а когда будет выпуск кравмага там про это это про это очень много всего касательно и клинч и не клинч и замкнутых пространств просто пересмотрите посмотрите выпуски лучших из лучших потому что там очень много от всех мастеров было показано и рассказано который ну мне незачем снимать дополнительно отдельные выпуски занимайтесь будьте здоровы спасибо всем пока и